Далее эфир нашего телеканала продолжает «Город сегодня». Здравствуйте! Ежедневно в октябре оформляются десятки сделок по продаже имущества. Машины и квартиры, земельные участки, дома и дачи. Одни покупают, другие продают. Но далеко не всегда продавцы вспоминают о необходимости заплатить подоходный налог. В то же время Управление госдоходов напоминает, что в некоторых случаях доход, полученный от продажи имущества, облагается налогом. Речь идет о продаже машин, квартир, гаражей, домов, земельных участков и прочего имущества, которое находится во владении продавца меньше года. Как предписывает закон о налогах и других обязательных платежей в бюджет, сроком считается год с даты регистрации права собственности. Зачастую продавцы не знают, что полученный доход подлежит налогообложению и пропускают сроки уплаты налога и предоставления деклараций. А далее приходится сталкиваться с начислением пеней и штрафными санкциями. Более подробно на эту тему мы сегодня поговорим с главным специалистом Управления государственных доходов Талгатом Шукеевым. Здравствуйте, Талгат. Итак, расскажите, насколько актуальна проблема уплаты данного налога в октябре. Ну, данная проблема, она всегда была актуальна. И на сегодняшний день она также актуальна. Наши граждане при продаже недвижимости, многие не знают о том, что в некоторых случаях она облагается налогом. Тот доход, который с продажи они получили, облагается налогом. Когда, допустим, недвижимость в праве собственности находится меньше года с датой регистрации ее, есть необходимость оплатить налоги согласно законодательству нашего, а именно 180-я статья закона о налогах и других обязательных платежей бюджета. А вообще как вы выявляете должников? Есть у нас уполномоченный орган в сфере регистрации прав собственности, это департамент юстиции. Мы запрашиваем у них сведения, они нам предоставляют эти сведения. И по истечении срока представления налоговой отчетности, то есть это, если в 2016 году был доход получен, срок исполнения 31 марта 2017 года, по истечению этого срока мы начинаем камеральный контроль, опираясь на сведения с уполномоченным органом. И выявляем таких нарушителей, выставляем уведомления, даем налогоплательщикам самостоятельно исполнить налоговое обязательство. В течение 30 дней, если они не исполнили уведомления, применяются уже меры, там есть у нас штрафные санкции и так далее. А вот скажите, налог взимается со всей суммы от продажи? Нет, не со всей суммы, только от разницы. Если человек приобрел недвижимость, после чего его продал, вот именно та разница между ценой приобретения и ценой продажи облагается налогом. По ставке 10%. Получили люди наследство или недвижимость в дар, да? Тоже налог взимается? Если человек получил наследство, он может сделать рыночную оценку. Рыночная оценка у нас должна быть именно на дату возникновения права собственности. Вот на сегодняшний день многие люди у нас делают оценку, но не знают о том, что к оценке у нас есть свои требования по законодательству. Она должна быть на дату возникновения права собственности и не позднее срока представления декларации. Многие люди делают оценку и вот это не соблюдает сроки и требования и опять же сталкиваются с уплатой налога. Но в любом случае налогом это облагается? Налогом облагается, да. Просто если делает человеку рыночную оценку, там уже учитывается рыночная стоимость жилья. А если такой оценки нету, то согласно, там уже применяется другой пункт статьи и получается у нас идет оценка для налогообложения. Оценка у полновочного органа для налогообложения, она, естественно, это не рыночная оценка и из-за этого она довольно такая низкая оценка получает. А вот как быть с домом или дачей, если их не купили, прежде чем продать, а построили сами? Если построили также акт ввода в эксплуатацию, этот документ регистрацию проходит, также дата регистрации права собственности. Вот именно на эту дату оценку надо делать. Рыночная оценка применяется при получении наследства, либо когда человек построил дом и благотворительная помощь. Вот в трех случаях у нас применяется рыночная оценка. В других случаях, отсутствие цены приобретения, применяется оценка у полномочного органа для налогообложения. Как рассчитать налог правильно? Рассчитать налог у нас получается 10%, это общая установленность, 10% облагается налог. Такие доходы надо декларировать вообще. Есть 240-я форма, физические лица представляют ее по доходам, полученным за год, за налоговый год. Если в 2016 году получен доход, они представляют декларацию до 31 марта. Там указывают, какой они доход получили, размер дохода, что за доход. И оплату уже производят до 10 апреля. Получается, 10 дней даются после срока представления декларации. Есть ли какой-то сайт, где люди могут посмотреть, изучить эту всю информацию и куда обращаться в случае возникновения вопросов? Конечно, у нас есть сайт, у нас есть сайт комитета госзаходов, там очень много есть, много полезной информации. Можете зайти, у кого есть интернет, можете спокойно зайти на этот сайт, взять что-то для себя, оттуда полезное. Там и декларации у нас, все формы есть, можно оттуда все распечатать. Позвоните нам по телефону 54-84-98, это 20 кабинет, второй этаж, это мой телефон. Можете позвонить, если какие-то вопросы будут возникать, мы вам дадим разъяснение. Еще хотелось бы добавить, вот те граждане, которые в прошлом году, то есть в 2016 году получили доход от продажи недвижимости, пускай обязательно придут к нам с документами и проверим, вдруг возникает у них прирост стоимости. Чтобы у них, у них срок исполнения налогового обязательства до 31 марта. И оценку, если она может примениться, они могут ее сделать именно до этого срока. И чтобы не просрочить, им надо будет прийти, узнать, получить правильное разъяснение и исполнить налоговое обязательство. Спасибо большое, что пришли в нашу студию сегодня и разъяснили данный вопрос. Спасибо и вам тоже. Незнание закона не освобождает от ответственности. Истинно известны, но далеко не все ей следуют. Так что, если вы в прошлом году продали квартиру, гараж, дачу или долю в общем имуществе, возможно, вам пора отправиться за справками в Управление государственных доходов. Специалисты по налогам все рассчитают и помогут вам разобраться с тонкостями закона. Времени до конца марта осталось немного, так что всем желаем удачи в финансовых делах. Ну а мы желаем вам крепкого здоровья, отличного настроения. Всегда делитесь информацией на сайте rikotv.kz, а также в нашей группе «Город сегодня» в социальной сети Facebook. Продолжение следует...